Сегодня у нас дождливая погода и пока на улице идет дождь и в огороде ничего нельзя сделать, мы приготовим вкуснятину к чаю. Здесь у меня 400 граммов творога. Немного присолю его, добавляю 100 граммов сахара. Добавлю также сюда один белок. Желток у нас будет для того, чтобы смазать сверху уже готовые изделия. И добавлю также 20 граммов крахмала. Крахмал можно брать любой. У меня кукурузный. У меня творог крупнозернистый, но я его не буду взбивать венчиком, а просто продавлю его толкушкой, чтобы остались небольшие кусочки творога. Так будет вкуснее. Если у вас творог мелкий, то просто добавьте белок и сахар и все. Вот такой у нас получился. Творог. Наша начиночка готова. Теперь приступим к тесту. Тесто у меня бездрожжевое, слоеное. Здесь у меня килограмм. Я разделю напополам. И сначала приготовим из одной половинки, потом будем готовить другую половинку. Раскатываю кусочек теста. Прямоугольник толщиной где-то 2-3 миллиметра, не больше. Надо сказать большое спасибо тем, кто придумал продавать в магазине слоеное тесто. Оно всегда так выручает, когда надо быстро что-то приготовить. Достал и приготовил хоть со сладкой начинкой, хоть нет. Такая вот помощь для хозяюшек. Немного присыпаю мукой и раскатываю вот в такой вот прямоугольничек. А у нас грохочек гром, ужас. Все лето у нас вот такая погода. Гром, ветер, дождь. С одной стороны хорошо, не надо долго находиться в огороде, не нужно поливать. Хоть немного выделяешь время для работы по дому. И вот как раз используем это время, чтобы приготовить какую-нибудь вкусняшку. Разрезаю теперь напополам. Я взяла нож вот такой резной, чтобы было покрасивее. Теперь снова разрезаю напополам. И каждую половинку еще раз напополам. То есть получается у нас будет 8 рулетиков. На каждый теперь кусочек теста укладываю начинку. Где-то по одной столовой ложке. И просто закручиваю рулетиком. Вот так. Вот такой у нас будет рулетик. Приготовили все 8 штук. Укладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. И смазываю сверху желточком. Духовку включила на разогрев. Выпекаться будет при температуре 200 градусов. Где-то 25 минут. Ну, сами увидите, как сверху зарумянилось. Будем вынимать и ставить другую партию. Пока у нас выпекаться будет первая партия, мы раскатаем другой кусочек теста. Все делаем точно так же. Раскатываем прямоугольничек. Краешки я сразу обрежу, чтобы они были покрасивее. На первом я это не сделала. На втором вот обрезала сразу краешки. Опять разрезаю напополам. И потом на 4 части. Такие вот квадратики у нас должны получиться. Каждый квадратик можно немножечко еще прокатать, если хотите. Нет, значит можно оставить так, как есть. Опять идет начинка. И будем сворачивать рулетики. Готовится все это очень быстро. За счет того, что у нас уже готовое слоеное тесто. Первая партия у нас уже готова. Вот такие красавчики у нас получились. Это очень вкусно. Обязательно приготовьте, если вы еще так не готовили. Приглашаю вас на чаепитие, на свежем воздухе, под шум дождя, с хрустящим рулетиком, с горячим чаем. Это очень вкусно. Всем приятного аппетита. Готовьте на здоровье. Спасибо. 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 Спасибо.